На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о риске увольнения занятых во второй половине 2022 года в двух производственных группах. По его словам, в машиностроительном производстве спад составил 10-17%, в химическом производстве 9-10%. Максимальное количество россиян, которые могут остаться без работы, оценивается в 200-300 тысяч человек. Причинами увеличения безработицы для промышленных регионов, по мнению аналитиков Центра стратегических разработок, станут ограничения экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции. Крупные предприятия не смогут перестроиться за короткое время, что вызовет отток квалифицированных работников. Кроме того, грядет сокращение рабочих мест в направлениях, занятых обслуживанием производственных нужд, логистики и транспорте, оптовой торговли, посреднических услугах и прочее. Уровень безработицы в России сохраняется на уровне 3%. Действительно, по Татарстану этот процент немного ниже, 2,4%. Лишь 47 тысяч граждан Республики Татарстан являются в поисках работы. В Казанском федеральном университете существует центр карьера. Он дает возможность начать карьеру со студенческой скамьи. Отдел обеспечивает организацию работы для обучающихся, размещает актуальные вакансии, стажировки, а также проводит карьерные мероприятия с ведущими российскими и мировыми компаниями. Первое – это организация временной занятости для обучающихся нашего университета, дабы снизить социальную напряженность среди молодежи. Кроме этого, мы занимаемся карьерным развитием, повышением карьерных компетенций обучающихся, учим их тенденциям рынка труда. Для получения дополнительной информации по вопросам временной занятости студенты могут обращаться в Центр по организации временной занятости обучающихся Казанского федерального университета. КСК КФУ «Уникс», 6 этаж, офис 602 и по телефону 206-52-91. Алина Красильникова, Универньюз.